Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС в студии Олег Соловьюв. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Отраслевые эксперты подтвердили высокий уровень развития производственной системы Росатом на Смоленской АЭС. Рабочий визит депутата Государственной Думы Ольги Окуневой. Итоги шестого открытого регионального чемпионата. Молодые профессионалы. Открытое первенство Смоленской АЭС по легкоатлетическому кроссу. Закрытие сезона по лыжным гонгам. На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3155 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. За 15 дней марта энергоблоками Смоленской АЭС выработано более 1 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановое задание на 54 миллиона киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила 4 миллиарда киловатт-часов. Сверхплана 150 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС прошла развивающая партнерская проверка качества развертывания ПСР. В комиссию вошли представители АО ПСР, корпоративной академии Росатома и филиала АЭМ-технологии Атоммаш. Целью РППК было проверить выполнение индикаторов, установленных для предприятий лидеров ПСР, оценить качество внедрения системы и разработать рекомендации по развитию направлений ПСР на предприятии. В дистанционном режиме эксперты оценили направления ПСР образцы и обучения, результаты работы по остальным направлениям, декомпозиция, управление изменениями работа с поставщиком, ПСР инжиниринг были приняты ГК по итогам самооценок и предоставления подтверждающих документов. Особенно эксперты отметили ПСР образец поток обработки спецодежды в спецпрачечной, который был рекомендован к тиражированию на другие предприятия. В результате проведенной работы на данном участке за счёт применения инструментов ПСР удалось сократить время протекания процессов более чем в четыре раза, выровнять нагрузку спецпрачечной в течение недели, исключить риск несвоевременного обеспечения персонала спецодеждой и добиться других значительных производственных результатов. Сегодня на этом потоке образце проводится площадочное обучение работников АЭС различным инструментом ПСР. Организация работы по управлению изменениями также высоко оценена экспертами проверяющей стороны. Большое спасибо за ту оценку, которую вы нам поставили, за рекомендации и направление, на которое нам нужно обратить внимание. Такой формат необычный. Он не очень удобен тем, что когда ты находишься в непосредственном контакте с коллегой, то есть возможность что-то объяснить лучшим образом, показать. Здесь приходится опираться на те материалы и те слайды, которые мы подготовили. И, конечно, зачастую коллегам, очень сложным экспертам, сразу оценить весь объём проделанной работы. Но, тем не менее, конструктивный разговор в части некоторых вопросов состоялся. Были выданы рекомендации, были также отмечены положительные практики. В итоговом меморандуме развивающей партнёрской проверки отмечено, что Смоленской АЭС в 2020 году достигнуты все индикаторы развертывания производственной системы Росатома на целевом уровне и выше. Также в него вошли предложения и рекомендации экспертов для дальнейшего развития ПСР на атомной станции. Окончательное решение о подтверждении Смоленской АЭС звания лидер ПСР будет принято на управляющем совете отрасли. Рабочая поездка первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи женщин и детей Ольги Окуневой в Десногорск началась с традиционного приёма граждан в общественной приёмной партии «Единая Россия». Общение с десногорцами проходило совместно с депутатом Смоленской областной думы Михаилом Лосенко и исполняющим обязанности секретаря местного отделения партии «Единая Россия» заместителем главы муниципалитета по социальным вопросам Александром Новиковым. «Безусловно, всегда важно знать мнение жителей о тех проблемах, которые существуют. И для меня важно, если вопросы, которые связаны с федеральным законодательством. Мы сегодня говорили о том, что закон принимается. Лучше, если будут законы прямого действия, и не надо будет к ним множество подзаконных актов и выяснять, урегулированы или нерегулированы какие-то вещи. Поэтому вопросы прозвучали достаточно важные, волнующие жители. Но вы знаете, я вам скажу, что были очень приятные, в том числе и добрые слова высказаны от горожан и в адрес руководителей. И это всегда приятно. Тем более, когда это говорят люди старшего поколения». Отдельный блок программы визита в Десногорск депутат Госдумы посвятила вопросам организации образовательного процесса и горячего питания в школах Атомграда, а также обеспечения безопасности детей. Ольга Окунева посетила среднюю школу номер два, проверила качество новых окон в классах и помещениях учебного заведения, дав высокую оценку проделанной работе. Белоснежные оконные блоки из ПВХ-профилей устанавливаются во всех четырёх школах города, в среднем в каждой по 15 окон. С этой инициативой выступила Смоленская АЭС, исходя из перечня наиболее актуальных проблем образовательных учреждений города. Работы по замене окон в школах города выполняются через Некоммерческий фонд социально-экономической поддержки Десногорска, образованный в конце 2020 года. Всего в школах города на средства, выделенные Смоленской АЭС, запланировано установить 60 оконных блоков. Все работы будут завершены до конца марта. Подведены итоги шестого открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по международным стандартам WorldSkills. Школьники и студенты соревновались на 13 площадках профессиональных образовательных организаций. 12 десногорцев стали финалистами чемпионата. Лучшие юные специалисты представят регион на федеральных состязаниях. В этом году участие в мероприятии приняли конкурсанты Смоленска, Сафонова, Верхнеднепровского и Десногорска. Всего около 60 человек. Свои знания они показывали в составе двух возрастных групп – юниоры и основной состав. А за их работой следили 29 экспертов из ведущих предприятий области. Такие условия были на обеих компетенциях – лабораторный химический анализ и электромонтаж. Эксперты отмечают, что задание становится сложнее год от года, меняется как техника, так и технология в целом. Но при этом такое погружение в предмет позволяет молодому человеку сформировать прочный фундамент знаний для будущих достижений в этой области. Или как минимум получить навыки, которые можно будет использовать в быту. Я с детства занимался электричеством, у меня еще дед был электрик. Мне очень нравилось заниматься электричеством. Я решил прийти сюда, попробовать эту профессию. Может быть, в будущем я захочу работать электриком. Этот опыт, ну, он очень пригодится в жизни в дальнейшем. Например, дома можно будет провести всю проводку без проблем. В любом случае, подобный опыт станет конкурентным преимуществом молодых людей на рынке труда, как в Смоленской области, так и в частности в Десногорске. Работа была проведена масштабно и очень хочется искренне поблагодарить наших работодателей. Это Смоленская атомная станция, ЭЦМ Смоленск, САЭС-сервис, предприятие ЭЛС. Мы бы без них не справились. Чемпионат завершился 5 марта. Участники и победители, помимо новых навыков, получили ценные призы, дипломы и медали. На тропе здоровья состоялось открытое первенство Смоленской АЭС по легкалитическому кроссу. 38 человек отправились на дистанцию часового забега. Спустя 60 минут прозвучал финишный сигнал, и спортсмены остановились для подсчета результатов. Подобные соревнования в Десногорске проводились впервые. И для многих участников это был первый опыт, ведь в традиционных соревнованиях по легкой атлетике спортсмены проходят заданную дистанцию на время, а в часовом забеге все наоборот. Погода выдалась зимняя, а на финише спортсменов ждали горячий чай, блины и небольшие сувениры. По итогам забега в своих возрастных группах победителями стали Пронченкова Ольга, Каменских Ольга, Удилова Наталья, Чиванов Виталий, Витохин Михаил и Тихов Николай. Среди мужчин самую большую дистанцию за час преодолел Витохин Михаил из Ельни, и его результат 16 километров 329 метров. Среди женщин лучший результат у Ольги Пронченковой из Рославля. Она пробежала 13 километров 323 метра. Поздравляем победителей и желаем всем дальнейших спортивных успехов и побед. Всем было понятно, какая сегодня будет трасса, но очень тяжело. Не всегда складывается все благополучно, как хотелось бы. Одним словом, сегодня помучилась я. Последний раз я бегал в январе, в конце. И вот что февраль и середина марта не бегал. Но сегодня прям отвел душу и ощущения прям окрыляющие, скажем так. Лыжники завершили соревновательный сезон спринтерскими эстафетами. Организатором соревнований выступил профсоюз Смоленской АЭС. Несмотря на то, что на календаре уже середина марта трасса Евгенина все еще находится в отличном состоянии. На старт командного спринта вышли шесть мужских и смешанных команд. Борьба была очень жаркой. Спортсмены сменяли друг друга на этапах. Все команды боролись очень достойно, а рядом с коридором передачи эстафеты лыжников поддерживали болельщики. Среди мужских команд победителями стали Илья Беляков, Десногорск, и Игорь Козловский, Рословли. Среди микс команд лидерами стали Андрей Кукушкин и Надежда Буланова. Лыжный сезон подходит к своему завершению. Он порадовал любителей зимних видов спорта снежной погодой. До встречи на гонках следующего сезона и обязательно оставайтесь в форме. Сегодня пришлось очень потерпеть, но ничего, у меня напарница была в отличной форме, так что мы очень сильным трудом тут завоевали первое место. Очень рада, что сегодня уже, можно сказать, весной состоялись соревнования, закрытие сезона, великолепная трасса, приехали ребята из других городов, поддержали. Спасибо всем за борьбу, за хорошие эмоции, можно сказать, завершили сезон на положительных нотах. Большое спасибо организаторам, всем, кто участвовал в подготовке трассы, проведении этих соревнований. Огромное, огромное спасибо. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнью станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю, хороших вам новостей, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok